Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Добрый день, на часах 13.06. У микрофона Владимир Сметанин. Своё особое мнение сегодня в нашей студии будет высказывать Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы, фракция Либеральная Демократическая партия. Добрый день, Кирилл Игоревич. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Владимир. Не так часто встречаемся. Происходят масса событий, в том числе в личной жизни. Я думаю, что будет уместно поздравить вас с юбилеем, с недавним. Спасибо большое. Все верно? Юбилей? Да, было. Спасибо. Я думаю, что тут не надо делать секреты из того, что когда мы предварительно обсуждаем, о чем будем говорить, какие темы будем поднимать в рамках особого мнения, Кирилл Игоревич всегда говорит, а что народу-то интересно? Что народ-то волнует? Ну, давайте с народных тем и начнем, пожалуй, с дел городских. По большому счету, ничего у нас не меняется с течением времени. Стояние дорог, стояние тротуаров, дворов, соцсети, они полны гневными высказываниями, недовольства в адрес городских властей. У нас ежедневно городская администрация, руководитель администрации гнобит подрядчиков, заставляет их работать лучше. Уже прошло несколько сроков, когда город должен быть приведен в порядок, и вот очередной срок 1 мая стоит. Я не знаю, что там на самом деле будет к 1 мая, но какое-то оживление в городе со стороны подрядчиков, дорожников сейчас чувствуется, если пройтись, проехаться. Вот как вы прокомментируете эту ситуацию? Комментарий, наверное, такой же, который был на протяжении последних двух лет. Мы сейчас требуем, чтобы в открытый доступ были вывешены названия подрядных организаций и их руководителей с телефонами. И там же были определены, какой конкурс, какая компания выиграла, и какую улицу или какой микрорайон города эта компания должна обеспечить. И там же должно быть прописано, а что входит в этот конкурс. То есть и соответствующие чиновники городской администрации должны вместе приехать на место и посмотреть, там, где ямочный ремонт, или речь идет о замене полотна. То есть это должно обсуждаться с людьми, и это самое главное должно быть видно горожанам. Потому что когда нам говорят, что тратятся сотни миллионов рублей, а потом мы видим, что ничего не сделано, то у нас возникает вопрос, как у депутатов, куда деньги потратили. А требуется у кого? И каким образом требуется? У городской администрации, да, это управление по благоустройству и транспорту города Кирова. Это у главы администрации. Кстати, руководитель этого управления благоустройства и транспорта сегодня на совещании, заседании, вернее, городской думы очередном, был повышен в должности до руководителя управления по Первомайскому району. Но это анонсировано было и ранее. Последние кадровые назначения, которые делаются в городе, они откровенно вызывают удивление, потому что, на мой взгляд, когда мы видим, что ситуация не улучшается, она ухудшается. И вот такие назначения с повышением человека, который, мы считаем, не справился со своей работой, а мы считаем, что гражданин Семаков не справился с той работой, за которую он отвечал. Этому есть определенные подтверждения. Сегодня нами направлено несколько депутатских запросов, несколько обращений, в том числе и главе региона, о том, что благоустройство в Кирове, вопрос транспорта, вопрос АТП, они, ну, мягко говоря, на грани правонарушений. И сегодня, насколько я знаю, правоохранительные органы работают по нашим обращениям, по той информации, которая к ним приходит. В частности, выявлены грубейшие нарушения ВТП, которые курировало данное управление. Речь идет о использовании в зимнее время не классического топлива, а печного топлива, Эта история уже известна в довольно широком городе. Да, мы надеемся, что в ближайшее время правоохранители нам расскажут, почему горожане были вынуждены дышать этими выхлопами, а новые автобусы, которые совсем недавно были куплены, работали в пол своей мощности. Ну, естественно, если они воровали топливо, заменяли его более дешевым, то вылетали и топливные насосы, и качество работы самих двигателей, как сейчас говорят водители, оставляет желать лучшего. И им тяжело было вырабатывать норму часы. Кстати, почему это и всплыло? Потому что сами водители приходили, обращались, говорили, что мы не можем получать полную заработную плату по той причине, что мы просто физически не можем на этой технике, на таком топливе вырабатывать те нормы часы, которые должны быть у нас в топливе. А почему это происходит? Почему вот именно власть вот именно в этом русле? Почему не соблюдать бы все, как положено делать? Где сбой-то вообще в системе происходит? На наш взгляд, это сбой в системе управления, в системе подбора кадров. И третье, когда мы не видим отчетов чиновников, и когда действительно вскрываются нарушения, и после этого, вместо того, чтобы наказать вышестоящего чиновника, его переводят на другую должность или, мягко говоря, убирают с этого направления, чтобы не пришли люди в погонах и не спросили, а как ты так курировал этот блок, что у тебя ВТП такие нарушения, а вы не видели это? Водители говорят, что они писали, что они на собраниях поднимали эти вопросы. Вот сейчас весь город с огромным нетерпением ждет начала полноценного ремонта дорог в городе. И мы знаем, что сумма приличная в этом году. И буквально позавчера, по-моему, 24 апреля состоялись аукционы, разыграны эти все контракты. У вас есть уверенность в том, что вот это все будет без сучка и задоринки? Деньги будут, как положено, построены? Мы сейчас посмотрели компании, которые выиграли эти аукционы, и, мягко говоря, у нас возникли сразу вопросы. И эти вопросы мы сейчас уже будем адресовать правоохранительным органам и счетной палатой. Во-первых, большинство аукционов выиграли не кировские компании. Это плохо? Что, как минимум, наводит на мысль о том, а кто будет работать на кировских улицах и на какой технике. Нам что, с Москвы или с юга России сюда пригонят технику? То есть, скорее всего, будут брать подрядчиками кировские организации. Простите, Москва и Юг России, это вы уже называете регионы? Откуда эти подрядчики? Откуда эти компании появились, и кто у нас выиграл конкурсы? То есть, опять, это непрозрачная схема. И второй вопрос, какие технологии они будут применять? То есть, у них что, большой опыт есть или у них послужной список? Когда чиновники проводят эти конкурсы, они что, не понимают, что, запрашивая информацию о компании, желательно запросить не только то, что положено в рамках 44-го ФЗ или другого, который регулирует госзакупки, но и понимая, что они живут в этом регионе, они живут в этом городе, они сами будут ездить по этим дорогам, по этим дорогам будут ездить их родные, близкие, соседи. Неужели не безразлично, что за компания, какие города или в каких регионах она до этого работала, какие у нее за плечами, какой послужной список, что она отремонтировала или что она сделала, какие специалисты там работают? Свой собственный контроль как-то попытаетесь организовать с своими единомышленниками или вольетесь в какое-то другое течение контролирующее? Я думаю, что мы присоединимся к любой общественной организации и поддержим в том числе своими депутатскими запросами, своим личным присутствием любое экспертное сообщество, которое сейчас будет готово вместе с нами, с членами ЛДПР, с горожанами. Буквально каждой вот такой стройплощадки, каждой группе дорожной техники, которая выйдет на дорогу, выяснить, что они собираются делать, какими силами и посмотреть, как это происходит. Не так, как это было три недели назад, когда напротив сельхозакадемии в дождик и в снег они в 8.30 утра устроили ямочный ремонт напротив так называемого 32-го магазина. То есть сегодня вот сейчас вот ехал, опять эти колоссальные ямы. Перекресток Октябрьского и Маклина. Да, все опять разворочено. То есть, ну, просто обидно. Десятки миллионов уходят и буквально они вот растворяются. Приходит снег, приходит непогода. А гарантия, при том, при всем у нас аннотировалась 6 месяцев. Да. На ямочные ямочные, да, 6 месяцев. В этом сезоне. Понятно. Тема ЖКХ тоже по-прежнему остается одними из самых актуальных в нашем городе. Жителям города продолжают приходить вот эти квитанции, где суммы увеличились в разы. Я знаю, что ЛДПР уделяет серьезное внимание контролю в сфере ЖКХ. И как вот сейчас с этими проблемами вы пытаетесь разобраться? Разбираемся таким же образом. То есть, понимая, что основные проблемы это начисление дополнительной платы за ЖКХ, это увеличение сумм в платежках. Люди приходят, жалуются. Очень много вопросов к управляющей компании Первомайской. Это Первомайский, Октябрьский район. Директор гражданка Булатова. Сейчас несколько обращений передадим в надзорные органы. Ну и, конечно, вопрос к городским службам, которые должны контролировать работу управляющих компаний. К тому же, господину Симакова. То есть, мы понимаем, что тяжело. Мы понимаем, что много. Но ведь никто не уговаривал идти на эту должность. Человек же сам соглашается. И поэтому мы считаем, что администрация должна проводить работу с управляющими компаниями и очень внимательно реагировать на сигналы жителей, когда те обращаются о неправомерных начислениях дополнительных, которые приходят в платежках. Ну и второе, конечно, это отсутствие денег на текущий ремонт. Это бич для города Кирова. Многие... Хотя жильцы платят. Да, жильцы платят. Мы знаем, что наполняется в том числе и фонд капремонта. Но количество домов, которые запланированы и которые отремонтированы, оно существенно отличается. Это отличие уже идет там чуть ли не в половину. Поэтому вопрос к этому фонду, к чиновникам, которые там работают, ну и, соответственно, к службам, которые контролируют их. Вот тут буквально накануне одно из казанских изданий опубликовало информацию по сумме этих коммунальных платежей. И в этой статье говорится о том, что в Кировской области и в Мариэл эти суммы самые высокие. Честно признаться, я накануне успел пообщаться с одним из специалистов. Он увидел тут некий все-таки политический подтекст, такой наезд. И говорит, что мы на протяжении последних лет мы где-то в середнячках остаемся по приоложью, по ценам на коммуналку. Я не думаю, что мы в середнячках. Я думаю, что мы... Или это все-таки больше к правде, что мы одни из самых дорогих в этом отношении региона. Я думаю, что мы одни из самых дорогих, потому что это и специфика региона, и очень маленькая газификация региона. Поэтому у нас в любом случае объективно должны быть цены выше. Это не значит, что мы... Потому что ресурсы дороже, да? Конечно. Не значит, что мы это оправдываем. Мы сейчас плавно перейдем в двух районах. Облкоммунсервис, в кавычках знаменитый, четыре котельни отремонтированы в том числе за счет бюджетных средств. Для людей платежки зимой за тепло не изменились. Мы задаем вопрос, то есть как, если выделены в том числе средства из регионального бюджета, построены новые котельни, которые должны работать на альтернативных видах топлива, то есть на пилетах, на брикетах нашего местного производства, а цена в платежке такая же. Сейчас направили обращение в прокуратуру и ждем расследования. Но вот счетная палата областная говорит, что нашли какие-то нарушения по начислению заработной платы и премии в облкоммунсервисе. Поэтому сейчас посмотрим, чем закончится это и будем информировать наших жителей, что происходит. Потому что было в котельничах, конечно, это уму непостижимо, там 12-14 тысяч за тепло, за двухкомнатную квартиру в зимний отопительный сезон, но это высшее понимание. Сейчас у нас будет небольшая совсем пауза. Я напомню, что это особое мнение Кирилла Черкасова, депутата Государственной Думы. Вернемся через полминуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101-FM Продолжается особое мнение Кирилла Черкасова, депутата Государственной Думы. Я напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте Кирова.ру есть специальная форма для того, чтобы задать вопрос гостю особого мнения. Вопросы, кстати, есть. И позвольте, я верну один из них из пришедших. Александр пишет. Добрый день, Кирилл Игоревич. В прошлом году вас не пустили в аптечный склад Кировской области. Вы туда сейчас попали? Давайте напомним, что это за история такая с аптечным складом. Мы, естественно, понимая, как формируются бюджеты, как распределяются потоки, очень интересуемся, а что у нас с льготными рекарствами. С льготными или обязательными? И льготные, и обязательные. Потому что мы считаем, что наличие этих лекарств по определенным ценам это определенная гарантия того, что люди получат вовремя квалифицированную медицинскую помощь и смогут в целом числе сопровождать хронические болезни. И мы решили сходить на такой склад. Пришли, но, естественно, чиновники все сразу потерялись. То есть начальство отключило телефон. А где находится вообще аптечный склад? Он здесь, недалеко совсем, в центре. В результате мы не попали. Сейчас мы сделали заранее. Таким образом свою работу построили. Мы направили запросы и попросили нас проинформировать, когда будут произведены конкурсы и, соответственно, какие лекарства, когда поступят в аптеки, поступят в муниципальные, лечебные череды. Да, и поступят в клиники. Вот ждем, что у нас в целом. Но сегодня уже ситуация складывается таким образом, что конкурсы проводятся не вовремя. Вопрос, почему сейчас разбираемся. И очень надеемся, что новый глава региона обратит на это внимание. И сейчас это будет проконтролировано, потому что как раз сейчас начинаются основные конкурсы. И от этого зависит, как мы будем, жители регионов будут обеспечены. То есть будут ли они в наличии, или их не будет. Или будет какой-то дефицит, связан с медицинскими препаратами. Хорошо. Ну вот так плавно мы в тену медицины и перетекли. Потому что медицина тоже одна из таких проблемных зон. И буквально вчера мы говорили здесь с жителями Чистых прудов, о новой детской поликлинике, которая там открылась. Прозвучала такая цифра. 4,5 тысячи детей на 2 педиатра. Хотя в планах Министерства здравоохранения увеличить количество специалистов, работающих в этой поликлинике. Но все-таки, как вы оцениваете эту ситуацию? Новый микрорайон, ну как новый, он уже почти 10 лет застраивается. И при этом там много чего не предусмотрено. Объекты социальной инфраструктуры. К сожалению, у нас застройка не идет вместе с инфраструктурой. Мы неоднократно выходили с предложением к руководству города с тем, чтобы они при вводе в эксплуатацию учитывали наличие построенной инфраструктуры рядом с новыми микрорайонами. Сегодня это практически полностью отсутствует. К сожалению, до сих пор возглавляет управление градостроительства и архитектуры госпожа Рубцова. Печально знаменитая, да, для города Кирова. То есть мы видим сегодня продолжающиеся вот эти монстры, которые в центре, на Октябрьском проспекте строятся. Аллы и Паруса. Да. И мы задаем вопрос, а куда пойдут детишки, которые заедут в эти дома, в какие садики, в какую школу, а как поликлиника справится с таким наплывом новых жителей? Потому что, в принципе, ни одной новой поликлиники у нас не строится. Все, что любая точная застройка, она увеличивает нагрузки на объекты инфраструктуры городской. При этом заработная плата врачей сегодня не увеличивается, а снижается, нагрузка возрастает. В результате вот сейчас те обращения и то общение с гражданами, которые происходят, если раньше там педиатр приезжал и уделял хотя бы там 5-10 минут, то сейчас это меньше. Физически просто не успевает. А самое страшное, что когда человек идет за справкой, чтобы ребенка потом отвезти в школу или в детский сад, он должен сидеть в очереди, в которой 40-50 человек. Но это не то, что ненормально, это просто абсурдно, когда люди тратят на это по 4-5 часов. Сейчас уже не добиться улучшения условий, уже когда все построено, все запланировано. Мы считаем, что это, конечно, задача городских властей и попытки сказать, что у нас нет средств, это как раз вопрос к тому, кто на какой должности, сколько находится. Задача-то вы имеете в виду, в чем договариваться с застройщиком, чтобы он как-то на какие-то условия предоставлял эти помещения. Если строители готовы строить, и мы видим, что они продолжают строить, то как минимум сразу надо с ними обсуждать, если есть доля города, то эта доля города должна реализовываться в конкретных детских садах, в поликлиниках, в фабах, в строительстве школы. Если мы идем на строительство вот этого монстра, который здесь строится, то есть пускай нам расскажут, а где, в чем будет выражаться доля города? В том громадном торговом центре, который перекроет весь Октябрьский, или в чем? Поэтому это вопрос конкретным чиновникам, и мы считаем, что сейчас новое руководство в регионе, которое пришло действительно обратило на это внимание, я очень надеюсь, что состоится открытый разговор, на котором будут присутствовать региональные власти, городские власти, общественность, эксперты, жители города, где действительно мы обсудим, что же у нас с градостроительным планом города Кирова и с теми районами, которые прилегают. Тут я предлагаю перейти все-таки к блоку политических вопросов, их немало, пришло тоже на сайтах кирова.ру. В частности, интересуется Алексей, Кирилл Игоревич, вы говорили о необходимости создания коалиционного правительства в нашем регионе. Поясните, пожалуйста, что это такое, и на ваш взгляд, готов ли Игорь Васильев, временно исполняющий обязанности, к такому формату работы? Что такое коалиционное правительство? Коалиционное правительство, это когда все политические партии и общественные организации, которые пользуются доверием граждан, имеют возможность направить своих представителей к будущему главе региона. Когда контрольные органы отданы оппозиции, когда в законодательном собрании сидят депутаты не от одной партии, и все решения принимаются по команде из одного кабинета, а когда они действительно, понимая и встречаясь с людьми, видя их насущные проблемы, голосуют так, как им подсказывают их избиратели, а не какая-то политическая сила, под флагами которой они зашли в законодательное собрание. И на мой взгляд, сегодня это как никогда востребовано у нас в Кирове. Ну, там, пять, десять, пятнадцать лет нам рассказывали, что вот в следующий раз будет лучше. Но неужели жители сейчас не видят, что становится только хуже и сложнее жить? Поэтому я очень надеюсь, что вот эта дискуссия, это обсуждение, которое сегодня, пока мы ведем в рамках оппозиционных партий, и в принципе нам удается договариваться, мы понимаем друг друга. Единым фронтом оппозиционные партии сейчас выступают? Вы знаете, в данном случае речь идет не фронт против кого-то, а речь идет о том, чтобы здравые силы, навятки объединились и начали работать на созидание, на то, чтобы жители почувствовали, что люди приходят в исполнительную власть, люди становятся депутатами для того, чтобы что-то менять в лучшую сторону, чтобы снижать тарифы на ЖКХ, чтобы влиять на тарифы на муниципальном транспорте, чтобы вернуть людям льготы, чтобы люди, отправляя своих детей учиться и получать высшее образование, могли увидеть, а куда их ребенок пойдет учиться дальше, а где он будет работать. И сегодня эта проблема, к сожалению, на мой взгляд, очень обтекаемо обсуждается, а она должна обсуждаться с четким графиком и пониманием, сколько рабочих мест будет создано, на каких производствах, и есть ли у нас вообще потенциал, чтобы наши молодые ребята, которые учатся в вузах, они оставались работать здесь, чтобы люди, которые пожилого, преклонного возраста, которые явно не смогут куда-то уехать работать, они понимали перспективу у себя на своей малой родине, где они найдут работу, там, в 35, в 40, в 50 лет, в 60 лет, сегодня в ВОЗ официально передвинул старость на 70 лет, то есть в любом случае будут повышать пенсионный возраст, эти люди, где будут работать, как они будут жить? Я знаю, что на особом счету ЛДПР категория «Дети войны», то есть те наши соотечественники, которые на момент окончания Второй мировой войны, которым не исполнится 18 лет, и есть конкретные законодательные инициативы, и это единовременная выплата к 9 мая, и вот сейчас недавно обсуждался вопрос бесплатного выделения дров тем детям войны, которые проживают в сельской местности, там на комитете звучало цифр, по-моему, порядка 30 тысяч, да, у нас в области, это звучало из уст министра ЖКХ. Сейчас оказывается, что больше. Да, как идет тут работа? Очень тяжело идет, вот вчера был, сам присутствовал на комитете, мне интересно было послушать аргументацию коллег из партии большинства, то есть они, естественно, завернули законопроект нашего депутата Веселовой, но очень печально, что они не слышат сельских жителей. Власть на то, что это опять большие затраты и вообще, где эти дрова взяли? А вы знаете, уже аргументации даже большой затраты уже не стоит, они даже посчитать пока не могут, сколько у нас детей войны и умножить эти цифры. То есть вопрос, на мой взгляд, просто затирается, потому что это неудобная инициатива для власти, хотя не удивлюсь, если через какое-то время, а даже буду обрадован, они это внесут сами и примут. То есть здесь главное решить задачу. Сегодня многие законопроекты ЛДПР, которые мы вносили 20, 15, 10 лет назад они принимаются или преподаются за свое и, соответственно, не только ЛДПР, но и коммунисты там тоже участвуют. Да, и коммунисты, и справедливые коллеги из других партий, просто депутаты вносили здравые предложения и сегодня эти предложения принимаются. Очень надеемся, что вот это наше предложение по детям войне, о единовременных выплатах, о льготах, оно будет услышано и будет в ближайшее время реализовано, чтобы люди успели почувствовать это. А какие-то еще инициативы касаемо этой категории будете прорабатывать? Или пока вот... Нет, мы сейчас очень серьезно прорабатываем вопрос проезда в муниципальном транспорте в Кирове, льготного проезда и между районами. Мы считаем, что цены, которые сегодня сложились, они просто не подъемные для простых людей, потому что 22 рубля в городе и по 240, по 280, а в некоторых районах там еще больше в один конец, это цифра, которая просто неподъемна для семейного бюджета. А люди сегодня, к сожалению, не все могут сделать по телефону или по интернету, надо куда-то поехать, надо с кем-то встретиться, отвезти документы, поэтому мы считаем, что есть целый ряд категорий граждан, которые имеют право на льготы, и я считаю, что цифры, которые сегодня мы понимаем, это от 65 до 100 миллионов рублей, область может себе позволить. В конце концов, это деньги, которые сегодня область могла бы найти легко у тех налогоплательщиков, которые ушли из региона и сегодня крупных налогоплательщиков, естественно. То есть здесь не идет речь о малом и среднем бизнесе, речь идет о крупных налогоплательщиках. А каким образом? Они ушли, и вроде как все, мы уже прав-то на них не имеем, нет? Ну, здесь, наверное, вопрос доброй воли и как раз общение вот руководителя региона и того самого взывания к их, так сказать, совести и человечности. В том числе, конечно. Но у них люди работают здесь, и причем люди, которые в том числе вышли, у них работали по 10, по 20, по 30 лет, они строили эти предприятия, а сегодня их лишают всех ветеранских льгот. Они получают просто пенсию и все. У нас сейчас будет небольшая пауза, традиционная для середины часа. Напомню, что это особое мнение Кирилла Черкасова, депутата Госдумы. Скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение Кирилла Черкасова, депутата Государственной Думы. 13.32 на часах. У нас остается очень немного времени. Поговорить хочется о многом. Еще и вопросы есть. Я хочу, Кирилл Игоревич, спросить у вас все-таки о ситуации в Республике Мариел. Вы являетесь депутатом от Кировской области, от Мариел и от Республики Коми, да? Ну, я курирую эти республики, а депутат от Кировской области. Вот о чем хочу спросить. В сентябре 2015 года вы участвовали в выборах губернатора, главы, вернее, Республики Мариел набрали 70 небольшим процентов, да, по официальным данным. Вот. И то, что произошло сейчас с выбранным тогда главой Республики Леонидом Маркеловым, арестован по подозрению во взяточничестве, назначен временно исполняющий обязанности. По всей видимости, в соседней с нами Республике в этом сентябре тоже состоятся выборы. Да. Ваши планы на эти выборы. Несмотря на то, что вы ранее заявили о том, что пойдете на губернаторские выборы в Кировской области. Естественно, я при всех прочих пойду на выборы губернатора в Кировской области. Решение принимает Высший Совет партии, конференция ЛДПР. Ну, надеюсь, что коллеги позволят мне реализовать свои планы здесь у себя, в Кировской области. Здесь, в Кировской области? Да. Но окончательного решения еще не принято. Решение принимает руководство партии, поэтому... Когда его стоит ждать? Это будет июнь месяц. Хорошо. Далее блок политических вопросов продолжаю. По вопросам наших слушателей на сайте эхокирова.ру Как вы оцениваете шансы Игоря Васильевна на избрание? Такой вопрос от Васи. От человека с простым русским именем Василия. Очень сложный вопрос и очень сложная ситуация. Вот он упоминает тут о том, что команда Игоря Васильева это люди, приехавшие к нам сюда на работу. Понятно, что делается все это не просто так. И не пора ли власти наконец задуматься о людях, а не только о собственной выгоде? Я думаю, что люди в сентябре выскажут свое мнение вот об этих команд, которые приезжают с других регионов в Киров как в командировку и уезжают тогда, когда им захочется. То есть у нас уже были и пермские варяги из других регионов. Закончилось это для региона, к сожалению, печально. Поэтому я думаю, что пока руководитель складывает команду из, может быть, даже высококлассных, но специалистов из других регионов, ничего хорошего здесь не будет. Человек, который не знает специфики города, региона, районов, ему надо разбираться только там год или два в этой ситуации. А работать надо уже было вчера. Ну а в целом уже спрашивает другой наш слушатель по имени Анатолий, как вы оцениваете шансы единой России? И будет ли единая Россия использовать какие-то вот такие нечистые технологии в своей работе на грядущих выборах? Я думаю, что да, будет. И понимая, что с каждым годом им проводить эти выборы все сложнее и сложнее, к сожалению, методы, которые они используют, будут все более одиозные. Ну и Анатолий дальше продолжает, что собирается ЛДПР противопоставить этим технологиям, ну и, наверное, в целом оппозиции. Я думаю, что открытость создания программы развития области, области среднесрочной, долгосрочной, консолидация всех сил, еще раз повторюсь, не в каком-то фронте против кого-то, а просто всех здравых сил экспертных сообществ, отраслевых людей, которым не безразлична вятка, не безразлично то, что здесь происходило и будет происходить, кто живет здесь, у кого здесь выросли дети, растут дети. И очень надеюсь, что вот это общее мнение, оно, конечно, возобладает здравый смысл, и люди придут на выборы, и они выскажут свою позицию. Очень хорошо, что в этом году совпали губернаторские выборы с выборами в городскую думу. Мы постоянно говорим о городских проблемах, но забываем, что у нас все это время работала городская дума, где большинство как раз принадлежит господам единороссам. ЛДПР как будет выстраивать свою линию именно на выборах в Кировскую городскую думу? Мы будем выстраивать вот ровно так же, как сегодня можно проехать по городским улицам, как можно заехать во дворы, как у нас не вывозится мусор, как у нас проблемы с детскими садиками, с школами. Мы будем об этом говорить, и будем обращать внимание людей на то, что городская дума, она и признана следить за этими вопросами, не решать, кому какую аренду разрешить, и какой торговый центр ограничить парковками, или разрешить его строительство без парковок. У нас сегодня, к сожалению, городская дума занимается этой проблематикой. А вот все, что происходит на улице, это вроде как должны решать кто-то другие. Но я считаю, что это как раз депутаты, которые избирались из городских округов, они должны прежде всего бить во все колокола, называть фамилии вот этих чиновников, которые ничего не делают для того, чтобы ситуацию улучшить, и отвечать перед жителями, а что же они сделали за пять лет в городской думе. Праймир с Единой России на выбор в городскую думу. Как вы вообще эту всю процедуру оцениваете? Там уже несколько десятков человек уже с разными биографиями, из разных сфер уже туда претендуют. Я понимаю, о чем вы говорите. Нам, честно скажу, как оппозиции, очень нравится этот список, потому что, когда туда люди попадают, которые там получили, или вот им недоверие, или в отношении которых возбуждены какие-то дела правоохранительными органами, то есть, вызывает просто удивление. Но мы видим продолжение борьбы элит. Эти элиты сегодня активно борются за городскую думу, поэтому я думаю, что будет очень-очень интересно горожанам увидеть списки тех, кто пойдут от разных партий, и, соответственно, тех, кто заявится представлять интересы города в городской думе. А вот здесь уже горожане должны сделать выбор. Они вот за эти разбитые дороги, тротуары и все то, что мы сегодня наблюдаем, или они действительно хотят перемен? Я бы сейчас хотел отправиться в поселок Демьянова, где рабочим демьяновских мануфактур долгое время не выплачивалась заработная плата, и там был проведен митинг, организованный вашими коллегами, и накануне визита туда в Рею губернатора с ней сообщили о том, что зарплата была выпущена. Что это было вообще? Расскажите поподробнее. Что за ситуация? Обращались люди, обращались не только к нам в различные органы, но, естественно, их не слышали. Когда градус кипения стал доходить до такого, что мы понимали, что, возможно, повторение тех событий, которые были уже два года назад, я думаю, что все помнят эти события, там, 250 рабочих демьяновских мануфактур просто не получали заработную плату. глава района самоустранился. Наш активист Сергей Бушмакин, встречаясь с людьми, неоднократно нам подавал сигналы о том, что ситуация накаляется, поэтому мы стали подключать тяжелую артиллерию, в том числе лидера партии Владимира Вольфовича Жириновского, написали обращение в прокуратуру, встречались с разными чиновниками, но вот в данном случае я считаю, что добились хорошего результата, чиновники реально испугались и людям действительно начали выплачивать заработную плату. Сейчас будем контролировать этот процесс, чтобы выплатили до конца и больше такого не случалось. по большому счету речь-то шла о таком социальном взрыве, да? Да, да. То есть, у нас в этом-то и вопрос, что позиция ЛДПР, она всегда была и остается, что никаких революций. То есть, мы против любых социальных взрывов, потому что мы понимаем, к чему это может привести. Но когда можно решить проблему разговором, когда можно решить проблему одернув того или иного чиновника, я считаю, что таким способом надо идти. Хорошо, вернусь в областной центр, тоже одна из таких больных точек, это дальнобойщики, грузоперевозчики. Как известно, уже месяц в областном центре действует лагерь, лагерь действует на улице Луганской, где где-то порядка полутора десятков сообщают СМИ машин собрались грузоперевозчики протестуют против вот этой системы Платон, а в частности от региональной власти требуют либо снижения транспортного налога, либо полные его отмены, и была встреча у них со спикером МЗС и с временно исполняющим обязанностей главы Кировской области, и завтра анонсирована еще одна встреча. Вот эта проблема, вот этот узел, он разрешим? Я думаю, что он разрешим на уровне федеральном. То есть, безусловно, то, что сегодня происходит не только у нас в области, по всей стране, это действительно боль целого кластера, это люди, которые живут на дороге, они живут дорогой, живут их семьи, и, конечно, они напрямую ощущают любое повышение тарифа или любое повышение транспортного налога, потому что это фактически доходы их семьи. А вы-то, кстати, встречались с этими наборщиками, участвовали в этих? Мы в акции не участвовали, но они периодически, естественно, приходят на прием, задают вопросы, очень, на мой взгляд, актуальные вопросы. Это в целом система формирования транспортного налога, и ЛДПР неоднократно призывала, что давайте его перенесем на литр топлива, чтобы это было более... Включим, собственно, стоимость горючего. Конечно, чтобы на заправочной станции литр отщелкивал стоимость. Да куда уж больше-то. По официальным данным у нас уровень налогов, заложенный в литре акцизов, в литре топлива, где-то порядка 50-60%. А это вопрос, в том числе, и к цене нашего топлива. То есть, при том, что мы являемся одни из крупнейших нефтедобывающих, да, у нас достаточно высокая цена на топливо, и мы видим, что когда нам рассказывают, что там есть импортные присадки, еще что-то, и мы там как-то зависим от курса валюты и рубля, сегодня, при том снижении курса и укреплении рубля, почему-то цены в магазинах не падают, цены на заправки тоже не падают. Поэтому это вызывает вопрос. Те же медикаменты почему-то дорожают, а цена на них не падает. Хотя до этого нам всегда говорили, что такое резкое повышение цены, оно связано именно с тем, что дорожает доллар. Остается буквально пару минут. Я хотел бы тоже поинтересоваться вашим мнением. Вот по какому вопросу буквально сегодня утром новая газета выложила результаты социологического исследования, проведенного Левада-центром. Так вот, почти половина россиян выступает за отставку премьера-министра Дмитрия Медведева. 45% россиян в той или иной степени поддерживают. Только лишь 45%. Полностью доверяют Медведеву 3% россиян. Вот такие результаты. Ну так мы возвращаемся уже на федеральный уровень. Руководитель исполнительной власти, руководитель правительства, которое за последние 10 лет, имея колоссальные возможности, к сожалению, не смогли их реализовать. доверие, доверие, естественно, падает, и падают самые печальные доходы россиян. Социально-экономическая ситуация усугубляется, поэтому, естественно, вырастает градус недовольства, действительно, вырастает количество людей, которые сегодня вынуждены уже экономить на еде. Если раньше нам рассказывали про средний класс, который там начинал экономить на каких-то покупках автомобилей, недвижимости, то сейчас уже люди начинают, причем это достаточно высокий процент, экономить на еде. Но вы в числе этих, кто за то, чтобы Дмитрий Анатольевич не возглавлял кабинет министров? Я считаю, что перемены нужны обязательно, и они нужны в ближайшее время, потому что люди устали ждать и смотреть на обещания, они хотят уже каких-то действий. То есть, нужны действительно представители, в том числе от оппозиционных партий и представители других общественных организаций в органы исполнительной власти с тем, чтобы была какая-то конкуренция, чтобы люди отвечали за то, что они делали, а не заграждались от общества разговорами о том, что у них правительство и все остальные это оппоненты. Пора нам завершать ваше особое мнение. Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы. Спасибо, всего доброго. Спасибо, Владимир, всего доброго, дорогие радиослушатели. Особое мнение на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова